Такой видок! Я сняла шикарный пентхаус на Манхэттене. Я в автобусе, я еле добежала. У меня вот такой гигантский чемодан, огромное количество аппаратуры, потому что я сняла шикарный пентхаус на Манхэттене для съемок для нашего проекта, о котором я постепенно вам в этом видео обязательно расскажу. Я именно окрашенная, только приняла душ и просто бегом-бегом улетела. Но вся драматургия сегодняшнего дня заключается в том, что я сняла пентхаус с шикарным видом на Манхэттене, но сегодня идет дождь и стоит дымка на Манхэттене. Вот это здание, ну как бы его чисто теоретически сейчас не видно, может быть попозже я еще сниму. Это Empire State Building. И можно сказать по моим глазам, что я уже поплакала несколько раз. Вот, так обидно, но будем смотреть, что можно из этого все-таки сделать и как этим воспользоваться. Короче, полный облом, но жизнь есть жизнь. Я сейчас пришла на место встречи с владельцем квартиры, которую я сняла ради вида. Посмотрите, как вам? Такой видок. Идет такой мелкий-мелкий-мелкий крапает дождь, как будто бы тебя поливают из спрея. Это невозможно! Невозможная удача для меня. Потому что, как я уже говорила, я сняла эту квартиру только ради вида и ради света. Но, по-видимому, сегодня будет ни вида, ни света. И я, короче говоря, не знаю, что делать. Главное не ныть, а продолжать действовать. И может быть что-то... Не, не то, что может быть, а однозначно что-то получится. Фокусируйся! У-ху! Почему я не могу сказать? Это же так просто. Это на предложении. Я вчера это сказала с первого раза, а сейчас не могу сказать. Кто не знал, я горе-блогер, который не записала свою первую съемку. На сегодняшний день у меня запланировано три разных съемки, ради которых я сняла квартиру. Вот одна съемка уже прошла. Мы с Рейной сняли очень уютное видео для Инстаграма. Кто еще, кстати, не подписан, обязательно подписывайтесь. Мне нравится очень сильно там месседж, да, то есть смысл этого видео. Оно очень коротенькое, очень уютное. Но, как мне кажется, очень важно об этом разговаривать и говорить. Поэтому ссылку на видео я обязательно оставлю. Следующее видео, которое мы должны будем снять... Я, точнее, мы, Николай Второй, снимаем сегодня видео для моего проекта, который называется Futurelingo. Я вам обязательно сейчас, когда дойду до дома, покушаю, вам обязательно про этот проект расскажу, потому что это мое детище, которое я уже год ращу. Я создаю платформу для семей с детьми-билингвами. Суть этой платформы заключается в том, что мы предоставляем знания, мотивацию, вдохновение, поддержку, консультации для родителей. Для того, чтобы они могли максимально хорошо рассчитать свои силы, свое время, свои намерения, свои цели и задачи. Потому что, как я вижу, когда я живу здесь в Нью-Йорке уже большое количество лет, я вижу, что не всегда то, что родители ожидают, в результате они получают. И все это происходит из-за того, что было, точнее, не было планирования. И мы хотим это помочь. Когда я говорю мы, я имею в виду я. Я основатель этой платформы, то есть это моя идея. Она родилась в чистой жизни, потому что, как вы знаете, у меня есть двое маленьких девчонок. Я сама очень заинтересована в том, чтобы эта платформа жила и давала свои плоды. Смотрите, где я иду. Это Times Square, поэтому здесь подсвечивают мне лицо билборды. Очень выгодный цвет. В принципе, город ожил, несмотря даже на такую не очень-то погоду, движок есть. Конечно, это не как раньше на Times Square, где нужно было стоять в очереди, чтобы перейти через дорогу. Но в целом тоже уже хорошо и сносно. Сегодня я снимаю себя для видео, и завтра приезжает моя семья в квартиру, которую я сняла. И мы снимаем наши такие уютные семейные моменты. И я предлагаю вам побывать behind the scenes, то есть так, как это видео снималось. В конце сегодняшнего дня, я когда закончу все свои съемки, я буду плясать и орать примерно так же от восторга, что я это все сделала, я это все смогла. И самое главное, что будет приятный процесс и хороший результат. Покажу вам квартиру, которую я сняла. Вот здесь очень просто, минималистично, что мне тоже нравится. Чистая кровать, кухня. Вот такая, как типа студия, да? И здесь, отсюда вот можно смотреть, если видите билборды. Господи, где же они? Вот там дальше, вот маленький билбортик. Такая очень приятная квартирка, очень светлая, уютная, маленькая. Здесь ты, это shared, то есть владелец живет в комнате, и ты здесь, в комнате такой студии здесь живешь. Я сюда приехала, чтобы снять видео, и поэтому меня, в принципе, не беспокоит тот факт, что это shared department, если бы я, допустим, была бы с семьей, то, конечно, скорее всего, мне было бы это не очень комфортно. Сейчас я поставлю камеру, буду кушать и буду вам рассказывать. Также мы на нашем сайте хотим размещать различные языковые ресурсы и материалы, чтобы вы могли использовать их, например, книжки, различные онлайн-курсы, различные игры и занятия. Я хочу, чтобы каждый родитель, который приходил на нашу платформу, он не терялся в сайте и в тысяче материалах, где у вас будет возможность знать всю эту информацию, которую вообще родитель должен знать, если у тебя планируется или есть дети билингвы. Там же идет дневник, или как по-английски это journal, языковой журнал. Для того, чтобы получить какую-то цель заведомую, нужно очень четко распланировать свои силы, свою энергию и свои цели и задачи. То есть именно в этом журнале мы этим будем заниматься. На сайте будет возможность пороконсультироваться с экспертами по билингвизму. Сайт изначально планируется на трех языках, русский, английский и испанский. И, как я уже сказала, будет отсек для детей, там, где именно конкретно вы можете приобрести какие-то материалы для непосредственной работы. О, чайок уже вскипел. Ура, ура, ура. О, боже, это пахнет божественно. Я смешала Earl Grey и какой-то кокосовый нереальный чаек. Очень важно, чтобы был отклик от людей. Я не создаю эту платформу только для себя. Для меня исключительно важно услышать, что есть такие люди, которые тоже нуждаются. То есть самая главная задача собрать максимум полезной информации в одном формате, структурированно, с пользой дела, чтобы не терять много времени. На этот проект меня вдохновило две вещи. Это моя семья и город Нью-Йорк. Поэтому в этой квартире именно это и есть. Есть город Нью-Йорк и приедет моя семья. Не хочется это все вам передать и показать. Пожалуйста, задавайте мне вопросы. Если у вас есть вопросы по поводу билингвизма, возможно, у вас есть вопросы по поводу платформы, которую мы создаем. Почему мы кикстайтер делаем именно? Какие у нас инвесторы? Что происходит? В общем, весь этот бизнес-процесс. С удовольствием ждать всех ваших вопросов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!